Мы ввели, у нас фигурировало 70 регионов, зарегистрировало 72, говорили даже может быть 74. Кто эти вот две? Я до тех пор уже конференция прошла, а мы так и не знаем, кто еще появился. То есть вы понимаете, есть регионная федерация, мы даже не знали существование которых, они могли с ними провести переговоры, попытаться убедить их, голосовать за нас, то есть мы не знали. То есть вот еще раз я повторяю, ВТАР это сегодня закрытая организация. Тайное голосование, мы считали, это будет в пользу нас. Почему? Потому что все равно даже среди сторонников Максима Агапитов был ряд регионов, которые нам говорили, если будет тайное, мы проголосуем за Дима, нас устраивает его программа, мы бы выиграли. Открытое нам тут же говорили, если будет открытое, мы проголосуем за Максима, потому что иначе нам в регионах хана. Вот я скажу, их предвыборная команда оказалась сильнее нашей. Даже не сильнее, а они более голодные. Вот они шли, что Макс сам лично звонил, всем разговаривал, ездил, его команда, они дрались с ней на железнезнательность. Вот у них как будто позади Москва отступать некуда. И они выбрали всех колеблющих себе. Ну как, мне ночью в 11 часов пишут, все, договорились, все, я за Дима отдам голос. Я смотрю, он в трех метрах от меня сидит, везде голосуют за Макса, за открытое голосование, понимаешь? Мы уже проиграли. Все, предвыборная, это уже, значит, Дима просто хотел сказать все, что он хотел, донести людям. А уже все было предрешено. Все знали, все решено. То есть вот я попытался донести, в чем отличие было и в чем опасность тайного и открытого голосования. С одной стороны, максимальный административный ресурс, с другой программное созидание. У меня есть информация по поводу открытого голосования. У нас в группе мастеров, ну, ветеранов тяжелоатлетики России, были такие случаи, вот это я говорю не просто от кого-то услышал, а вот у нас в группе, то есть это, допустим, 200 человек со всей Россией. То есть это оповещалось всеми. И вот, например, Хабаровский край. И они говорят, что вот мы на собрании проголосовали за Клокова, отправили нашего делегата. Он возвращается, и мы узнаем, что, ну, а, голосование же открыто, да, и вот мы узнали, что он проголосовал за Агапитова. И он спрашивает, а почему? Почему делегат сам самопроизвольно не выполнил наше поручение, а проголосовал за того, за кого лично он захотел? Либо под каким-то давлением, либо там вот на самой конференции ему что-то понравилось, допустим, вот это вот выступление. Ну, я услышал тебя, Саш, значит, смотри, поэтому вот я подошел еще раз. Было основных, два основных кандидата, две позиции. Одна созидательная программа, вторая чисто административная. Я не говорю, хорошая или плохая, она была именно заточена на такое сильное административное жесткое давление для того, чтобы стал определенный человек, да. Вот именно разные подходы были. Мы разъясняли региону, убеждали, что он должен участвовать в программе именно созидательной, развитить его атлетики. И мы окажем всемирную поддержку такими-такими методами в рамках его региона. Вторые кандидаты именно давились, я не знаю, что им говорилось, но то, что давление надо переизбрать президента, это было, да. Кто давление оказывал, я сказал. По какой цепочке, я сказал. Какие там угрозы, я приводил с премьера, да. В рамках всего этого, конечно, были светлые и такие гражданские, озвученные официально позицией. Ну, не официально, а открыто. Это и Архангельская Федерация выступила, и письма с подписями в Ютубе с тобой. Человек не побоялся озвучить. На собрании, как на позиции. Правильно собрать кворум. И я допускал, что там все будет сделано, в конечном итоге комарноса не потуешь, поэтому никакого развития там что-то. Вот это именно обращение Архангельской Федерации. Это чисто эмоциональный такой, но фактически по делу, я думаю, там подчистили и там по документам все было правильно. Потому что до последнего дня в случае болезни или иного, делегат мог быть переизбран, и кворум там обеспечен, общего собрания. Я думаю, там подчистили. Знаю, вот Калужская Федерация там вообще, говорят, не собиралась. В ряде легионов кворума не было, могло собраться три человека, а там порядка 20-30 членов Федерации, и кворум нет тоже. В принципе, в наш адрес было несколько обращений, официально все пришли письма в адрес предвыборного штаба. И я задал накануне конференции вопрос, вот стоял и юрист Олимпийского комитета Степанов Лев, и Алексеев этот Юрий Александрович, юрист, они два, я сказал коллеги. Вот есть обращение региональных федераций о нарушении на местах, в одном вообще не проводилось собрание, в втором там кворума не было, и они были отрисованы в мандатную комиссию. Я говорю, я их сдаю, на что ответили, Вячеслав, ты представляешь, во-первых, мы сейчас никак это не определим, какие критерии было или нет, да, может это голословно обвинение, да. И мы сейчас сдадим, а все пройдем к референции, а через 2-3 месяца, когда документы все поступят в Минюст, конференции, все ее решения будут признаны нелегитимными, и она отменится. Я не этого боялся, а то, что доказательной базы, мы, к сожалению, не юристы, и начинать на конференции, есть один, говорят, все, мы провели, а второе письмо, где подписи людей, говорят, собрания не было, да. И как, то есть конференция занималась какой-то, я не знаю, рассмотрением дела, признать собрание правомощным регионами федераций, не признать, то есть мы увели бы конференцию в совершенно другое русло. И когда такое юристово было озвучено, лучше не сбивать, я говорю, ну хорошо, мы не будем это сдавать в мандатную, но я знаю, что нарушение, и это были регионы, которые не должны были за нас голосовать, то есть это Максим бы потерял несколько голосов. Плюс о чем ты говоришь в Хабаровске, да. Вот теперь я подошел к самому главному. К самому главному я всем скажу, что голосование показало, значит, во-первых, а, еще что я хотел сказать бы, было признано делегатами 72 региона. Мы когда предборную ввели, в принципе, у меня фигурировало где-то, я, так как руководитель штаба был, порядка 70 регионов. Мне говорили, будет 74. Я говорю, кто еще 4-то? То есть на сегодняшний момент, наверное, кроме самой федерации, никто не знает все-таки, а сколько членов. Вот на сайте, там, аккредитованных министерствам, где-то там, кажется, 58 аккредитованных. Но допускается еще, если 58 брать, 75 процентов, еще 25 допускается, у кого закончилась аккредитация, они продолжаются, то есть какое-то количество. Мы ввели, у нас фигурировало 70 регионов. Зарегистрировалось 72. Говорили, даже, может быть, 74. Кто эти вот две? Я до тех пор уже конференция прошла, а мы так и не знаем, кто еще появился. То есть есть регионная федерация, мы даже не знали существование которых, и не могли с ними провести переговор, попытаться убить детей, голосовать за нас. То есть мы не знали. То есть вот еще раз я повторяю, ВТАР, это сегодня закрытая организация, я ее назвал где-то в масонской ложе, ты понимаешь? Закрытая, мы даже не знаем, кто член федерации. Ты понимаешь парадокс? Ну, кажется, уже вывезли на сайте, ну вот они, федерация. Мы даже этого не знаем. Да? Но ладно. Можно я вас перебью? Вот при всем уважении к вам, к Юремину, вот вы все говорите, вот мы у нас юристы, мы вот такие, такие вот деловые. А дело доходит до конференции, и получается, у всех как барашков привели, показали красивые картинки и выбрали определенного кандидата. Но вы же с юристами, вы должны были, так, подождите, начинаем. Идет подготовка конференции. Я услышал тебя. Юристы, сколько регионов? Окей, окей, подожди, 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 запрос, ответ. Саш, Саш, вот у нас есть форум Шатой, да? Ты видел, там выкладывали, неважно, обращение этих, там депутатский запрос висел. Спросит предоставить, какие регионы выдавали кандидатов в президенты. Там были, какие у нас регионы вообще есть. Это депутатский запрос. Ответ был? Мы же не увидели ответа. Но если не ответа... Саша, подожди, это, Саш, это подсудное дело, депутатский запрос не получил ответ. Я не знаю, чем это закончилось. А ты говоришь, хорошо, вот пришел юрист, доктор юридических наук, у Сергея Александровича, Алексея фамилия, его выбили, да? Мы сейчас об этом поговорим. О чем ты говоришь? И что? Ну хорошо, вот он запросил, но не дали ему. И что? Ну что? Признать конференцию стать и сказать, она не правомощна, нам не ответили на такой вопрос? Знаешь, шуметь, критиковать легко. Но сам факт, вот даже такая общедоступная должна быть информация, сколько в конечном итоге федераций, вот 72 федерации, мы их не знаем в конечном итоге. Но дело не об этом, 72 было зарегистрировано. И вот этот огромный длинный монолог, на час-полтора, который мы все прошли, говорит об одном, это о проделанной работе накануне конференции и на самой конференции. Итогом, итогом, самым важным, самым важным, и все это понимали, учитывая подход одних и подход других, что тайное голосование, мы считали, это будет в пользу нас. Почему? Потому что все равно, даже среди сторонников Максима Агапетов, был ряд регионов, которые нам говорили, если будет тайное, мы проголосуем за Дима. Нас устраивает его программа, мы бы выиграли. Открытое нам тут же говорили, если будет открытое, мы проголосуем за Максима, потому что иначе нам в регионах хана. Мы знали, что мы открытое проиграем. Соотношение голосов, 34 голосовали за тайное, и, кажется, 37 за открытое. Разница, несколько голосов. Пример. Я стою, у меня мой друг есть, Руслан Балавин, все знают, да? Человек-слово, прекрасный штангист, прекрасный человек, мой друг, мы разговаривали. Изя Арсамаков тебе дал интервью, Дима приезжал в Ингушетию в рамках тура. То есть очень хорошее отношение. Они знали Димину программу, есть уважение как к семье Клокову, так и к тому, что Дима собирается делать. И они сказали, однозначно, наша федерация будет поддерживать Диму. Приезжает человек-джудаист, он, кажется, то ли племянник Руслана Балаева. Я смотрю, он голосует за открытое голосование. Ну, то есть против нас. А была гарантия, что он в Ингушете будет за нас. Нижегородская федерация. Я знаю решения федерации, собрания, общие собрания. Это мои земляки. Я просто держал на контроле. Мне хотелось им отдельно помогать, как я тут, в Нижегородской области. Все, голосовать за Дмитрия Клокова. Тренер, кто должен был ехать, он заболел. И послали девочку, там Оля какая-то, как ее зовут, приехала, она прям за мной сидела. Она, смотрю, голосует, закрытое голосование против Димы. Вот тебе уже два голоса. Вот уже два, это забери, 37 открытое, минус два, 35 остается. И приплюсует 34, плюс эти два голоса, 36. Вот уже 36 тайное и 35 открытое. Мы уже выиграем. Ульяновск, сколько давили там на крытое, смотрю, они послали, все-таки мы, наша федерация придержится за вас. Смотрю, он за открытое. Там еще несколько регионов, я не буду называть. Я вот просто встал, оглянулся, я 5-6 регионов сразу увидел, кто говорил, будет за тайное, а голосовали за открытое. То есть, понимаешь, но я привел даже два примера, и мы бы выиграли тайное. Плюс, при условии, что мы не отдали письма в мандатную, и тоже бы у Макса несколько голосов могли тут же забрать, лишить права голоса этих делегатов, где не было собрания или не было корма. Это, конечно, сейчас звучит как оправдание, если бы декады, но сам факт, что 34 и 37 за открытое, 34 за тайное, это те голоса, которые вот я каждую неделю, даже иногда два раза в неделю вел сводку. То есть, мы работаем, я понимал именно движение и фиксировал. Так вот, на протяжении последних месяцев полутора у меня, как руководитель, я делал справку именно членам предвыборного штаба, и наши голоса сторонников всегда фигурировали 30-32-36-38. Вот это мы знали и надеялись на это количество. Мы 34 и взяли. То есть, мы сработали 100% свое. Ну, а теперь я откровенно скажу, как я рассчитывал. Я рассчитывал, что Сергей Александрович допускал, возьмет 6-10 регионов. 6-10. Максим первый тур возьмет там 25-28 голосов. Ну, и мы где-то вот 30-34. Я допускал, да. Если 6-8 плюс наших 30-32, суммарно, Еремин и эти, суммарно голоса, то большинство должно было проголосовать за тайное. Мы бы выигрывали. Потом начиналось голосование. Сергей Александрович во второй тур вряд бы прошел. Эти голоса, я допускал, что это 6-10. Пусть половина отошла бы к Максу, половина бы к нам. И плюс от Макса несколько регионов перешли бы к нам. То есть, я в принципе считал, что мы закончим с разницей в 8-10 голосов мы выиграем. Мы порядка 40 наберем суммарно во втором туре. Макс где-то там 30-32. Вот я думал, но я не ожидал. У нас была графа, кто за Диму будет голосовать. За Максима мы знали, кто будет голосовать. Сергей Александрович там у меня один регион фигурировал. Я знаю, кто из второго проголосовал. И неопределившиеся, там порядка 10-11 что ли регионов. Получается, вот настолько качественно команда предвыборная Максима сработала. Особенно с Афон Фова. Я ему звонил, мы общались, все. Потому что мы все равно в хороших отношениях. Вот я скажу, их предвыборная команда оказалась сильнее нашей. Даже не сильнее, а они более голодные. Вот они шли, что Макс сам лично звонил, всем разговаривал, ездил. Его команда, они дрались с ней на жизнезнательность. Вот у них как будто позади Москва вступать некуда. И они выбрали всех, колеблющих себе. Неважно чем. Административный ресурс, пригрозили ли, дали ли. Неважно, они все подобрали. Мы взяли свое, но мы оттуда хоть чуть-чуть не смогли. Или мы расслаблены, или мы более слабые. Ну в принципе-то у нас, я, Юрий Васильевич Нескор, вдвоем мы работали в основном-то. Дима, Дима слабый оказался именно в этом, в предвыборном плане. Почему? Вот как пример. К примеру. Он очень стеснительный. Он никого не мог попросить голосовать за себя. Саша, ты понимаешь? Ты идешь на президента с благими намерениями, но он никого не попросил. И во время тура, и даже после, когда я его попросил, подключайся, ты нужен. Он никого не попросил. Ребят, проголосуйте за меня. Понимаешь? Ну какой ты президент? Так нельзя поступать. Я знаю. Вот завтра конференция. Он в пятницу вечером встречался с человеком в ресторане. Там два с пятнадцать часа они сидели. Это представитель был региона. Я говорю, ну ты его в конце-то хоть сказал бы там, ну отдайте голос за нас. Нет, я не смог попросить. И этот человек проголосовал за Маку, и вели в состав исполкома. Я знаю фамилию. Другой мне пишет, наш, один из олимпийских чемпионов пишет, все, вот этот регион точно будет за вас. Все, в пятницу пишет. В субботу, я смотрю, он в состав исполкома. Этот регион. То есть, ты понимаешь, они обманывали нас, кто нам пытался помогать, они их обманывали. Понимаешь? Ну как, мне ночью в один часов пишут, все, договорились, все, я за Диму отдам голос. Я смотрю, он в трех метрах от меня сидит, везде голосует за Макса, за открыто голосование. Понимаешь? Это не оправдание. То ли мы не доработали, то у них более весомые аргументы, то ли людям, я не знаю, я не знаю. А вы не спрашивали потом у этого человека? Они, очень много людей, подошло к Диме. Я был свидетелем, вот прям уже конференция закончилась. Кто-то расходился уже на банкету, их там пригласили, пошли. Кто-то к Диме подходит. Дим, ну я вот там проголосовал, ну ты же знаешь, мы за тебя, ну ты же должен нас понять. Я Диме сказал, Дим, ну по логике-то они тебя все равно предали. Ну как это? Это же как оправдание. Вот, ну грубо говоря, идет война, Саш. Вот мы попали с собой в концентрационный лагерь, да, жрем балланду, нас там под дулом ходим, в печку бросить или нет, сожгут. А ты говоришь, слышь, блин, что-то мне пожить хочется, сало еще пожрать, горилки выпить, блин. Пойду-ка я нам там сдам, настучу там или продамся немцам, да, буду полицейским ходить, плеткой намахать. И пошли. А я так сижу и думаю, блин, мне хреново, а Сашка вон сало жарет, пьяненький, и плеткой нас гоняет. Ну я его понимаю, ему жить охота. Ладно, хрен с ним, пусть. Понимаешь? Ну как оправдать? Я ни к чему не призывал его. Не мстить им, нет, это плохое качество. Я сам в жизни никогда никому не мстил, хотя мне столько гадостей делали, я никому не мстил. Но я говорю, Дим, ну как, веры-то им все равно нет. Но единожды продав, ну как ему доверять? Он и ждать продаст, понимаешь? Ты лучше не голосуй. Вот когда уже потом, уже когда мы знали, что мы проиграли, все знали, все. 34-37, мы знали, что все, мы уже проиграли. Все предвыборно, это уже, значит, Дима просто хотел сказать все, что он хотел, донесить людям. А уже все было предрешено. Все знали, все решено. Открытое выиграет Макс. Все, все остальное, это уже были детали. Сама конференция уже, это просто в детали, кто что сказал, уже все было ясно. И когда, собственно, голосование, за Диму проголосовало 15, там 8 воздержались. И я читаю там, зачем они вообще приехали? Да понимаешь, 8! Они все равно молодцы. Они не подняли, может быть, за Диму, но они не подняли и за Макса. То есть они настолько были, когда расстроены, что уже понимали, что проиграли. Просто они сидели. И я даже, кажется, не голосовал. Я не помню, поднимал я, руку нет. Просто все равно это плохо. Мы проиграли, это плохо. Конечно, мы расстроились. И это ничего не говорит о том, что кто-то не поднял. Вот их я не обвиняю. Если ты знал, что тебя обрабатывают. Один, в плане созидания. Второй, в плане или угроз, или подкупа. А ты, вот ты в душе считаешь, я мужик. Извини меня за грубые слова. Я не сука. Я не продамся. Я лучше бы заболел, не поехал. Или что угодно. Ну, я ни с того, ни с другого. Или воздержался. Ну, ты отдался за другого. И тебе письмо благодарственное, тебя в исполковом вели. Ну, ты продался. Ну, как? Мне неприятно. Дима их пытался оправдать. Вот эти 10. 37 за открытое голосование. И когда стали согласоваться за президента, 47 за Макса. То есть эти прям активно перешли. И Дима пытался... Я говорю, это нехорошие люди. Он говорит, пап, ну их уже можно понять. У одного разные цели и задачи. Один этим рискует, второй этим, третьим этим. Я говорю, Дим, да я к тебе ни к чему не призываю. Я же не призываю им с этим или что. Ну, просто эти люди очень опасные. Нельзя. Они... Ну, не то это. И он до последнего, даже после этого, вот приходит там, Тимочка, ну мы все равно любим тебя, мы за тебя, но ты же нас понимаешь. И он даже потом написал сразу пост, что вот когда раньше там 51% говорили одно, а проголосовали там 70-80%. Помнишь, он что-то писал, и каждый подходит и говорит, я за тебя голосовал. То есть он сказал, проголосовал за тебя 50 человек, а 70-80% подошли и говорит, я за тебя. Ну, то есть через одно врут, а здесь такого не было, типа, это уже вот достижение, ну, знаешь.